Двор без наркотиков А чтобы где было играть, позаботиться о «Газпромнефть» Речи прозвучали, пришло время первого удара по мячу Честь открыть турнир выпала командам «Ястреб» и «Газпромнефть-2002» Кто будет хозяйничать на поле, стало ясно на первых же минутах Едва команды разыграли мяч, его снова пришлось устанавливать в центральном круге «Газпромнефть» открыла счет В итоге соперникам юношеского состава «Газпромнефть» пришлось доставать мяч из сетки еще 10 раз Итоговый счет 11-0 Они кучкой бегали, мы просто как бы распасывались и как бы выиграли Кована дворовая, потому что от нее нечего было ожидать такого сильного очень Но все равно мы играли на полный серьез, мы не расслаблялись, даже если она слабая Потому что могут нам тоже забить Параллельно отчаянные бои шли еще на двух площадках, возле третьей и шестой школ Эти корты, к слову, тоже были построены при поддержке «Газпромнефти» В этом году число желающих попробовать свои силы на футбольном поле оказалось рекордным Заявки подали 32 команды Двор без наркотиков по праву считается самым демократичным турниром города А принять участие в нем может каждый Здесь не важна физическая подготовка или мастерство в обращении с мячом Достаточно простого желания Идет такая тенденция, сами взрослые команды уже хотели заявиться Есть желание именно играть дворами То есть, да, а почему мы не играем? Мы тоже, у нас двор, двор без наркотиков, мы хотим пропагандировать И поэтому, конечно, вот их инициатива будет воплощена на следующих турнирах Матчи будут проходить до 26 числа с 10 утра и до самого вечера В воскресенье прозвучит финальный аккорд Лучшие команды разыграют главный трофей турнира Посмотреть действительно будет на что Стоит отметить, что абсолютно все участники соревнований получат ценные призы от компании «Газпромнефть» Кроме того, шанс уйти не с пустыми руками будет и у болельщиков Среди них проведут лотерею, в которой будет разыгран айпад последнего поколения Кирилл Мигель, Александр Иванов и Григорий Куроптев Новости нашего города Новости нашего города